Привет, друзья! Мне полюбился бренд Realme, когда я снимал обзор на Realme 8. И сегодня мы поговорим о новинках Realme 2022. Это Realme 9 Pro и Realme 9 Pro Plus. Да-да, не Pro Max, а Pro Plus. Все верно, так как на самом деле он даже чуть-чуть поменьше, чем Pro. И между ними небольшая разница, всего лишь в 5000 рублей. Но очень много нюансов. Поэтому я решил объединить оба телефона в один обзор. И давайте принимать свою самую удобную позу. Поехали! Окей, поговорим о вибраторах. По итогу дизайн провален. То, почему я никогда не куплю ни один из этих телефонов. Я считаю, что это позор. Выводы. Оргазма вы не получите, но удовольствие это довольно-таки приятное. Комплектация. Давайте распакуем. И самым главным отличием является разница в зарядных блоках. В Realme 9 Pro Plus 60-ваттный блок питания. В отличие от 9 Pro, там 33-ваттный блок питания. И там, и там есть кабель Type-C. И там, и там есть защитный чехол. Куча макулатуры. Плюс скрепка. Поэтому, в принципе, эта вся комплектация считается довольно-таки богатой по современным меркам. Внешний вид. Запоминаем. 9 Pro Plus у нас в черном глянцевом исполнении. 9 Pro в зеленом, таком блестящем, со стразами. Чем мне не нравится эта глянцевость? Да, когда он лежит на полке в магазине, все круто. Он такой прикольный. Но как только вы покупаете его себе и берете в руки, во-первых, следы от рук. Если вы кладете телефон на блок камер, то вы всегда рискуете поцарапать линзы. В-четвертых, этот самый блок камер выполнен из такого интересного стекла. И у вас всегда вот на этих гранях между корпусом телефона и блоком камер постоянно будет забиваться пыль, которую нужно постоянно будет оттуда вычищать. Ну и что остается? Остается взять чехол из комплекта, который, кстати, такой не прозрачный, а немного тонированный. По итогу, дизайн провален по отношению к практичности. То есть, он такой весь глянцевый и сверкающий, но без чехла его носить, ну, как-то рука не поднимается, потому что буквально через месяц от этого не останется просто и следа. Окей, давайте пройдемся по разъемам. Они, по сути, аналогичные, но есть пара нюансов, которые вам будет интересно узнать. Естественно, зарядка для Type-C. Снизу мы видим динамики справа, кнопка включения. Наверху у нас находится эко-порт, слева сверху сим-лоток, чуть пониже это у нас качельки громкости. Также у нас есть джек 3,5, и кого-то он может быть обрадует, у кого проводные наушники, но поверьте мне, он может обрадовать и тех, у кого беспроводные наушники, потому что здесь есть функция двойного аудио. Так вот, друзья, по поводу функции двойного режима аудио, который я включаю, здесь я выбираю AirPods плюс проводные наушники. Захожу в какой-нибудь YouTube. А, так невозможно слушать. Ну, то есть, возможно слушать, но нужно, чтобы у каждого были свои наушники, потому что здесь идет такая микро-задержка на Bluetooth, и у меня типа рассинхрон по звуку. И если вы будете слушать со своей девушкой, например, ну или парнем, мы сейчас все толерантны, да, то без проблем. У одного одни наушники, у другого другие наушники. Смотрим кино, ну или ничего другое. Короче, прикольная функция. Класс. Сим-лоток. Вот он как раз таки отличается. В 9 Pro Plus у нас сим-лоток на две сим-карты, и все, расширение с карты SD у вас, к сожалению, не получится. Поэтому либо 128 гигабайт, либо 256, которые есть в продаже, по-другому никак. А вот как раз таки в 9 Pro, что странно, да, это все-таки более флагманский флагман, как раз таки есть возможность либо две сим-карты, либо одна сим-карта и одна карта памяти. И, ну, как бы это считается плюсом. Далее. Нижний динамик, естественно, есть на обоих смартфонах. Но в 9 Pro Plus стереозвук, тогда как в 9 Pro моно. Соответственно, когда вы включаете музыку, у вас играют и с нижнего динамика, и с верхнего разговорного динамика. В 9 Pro вы услышите звук только с нижнего динамика. Также в 9 Pro Plus у нас Dolby Atmos. Это, ну, если вкратце, такое пространственное аудио, когда вы смотрите картинку, например, на телефоне, поворачиваетесь куда-нибудь налево, и звук у вас остается вот здесь. То есть звук у вас уходит больше к правому наушнику, ну, если вы слушаете в наушниках. В 9 Pro этой функции нет. По громкости, к сожалению, я не могу вам передать громкости, качество звука. Скажу так, они играют по громкости, по сути, одинаково, да и по качеству тоже, в принципе, одинаково. Но так как здесь стереодинамики, то просто более объемный звук. Сама громкость, ну, так скажу, в двухкомнатной квартире, если дети спят, разбудить сможете. Окей, поговорим о вибраторах, о Haptics, ну, а вернее, о вибромоторчике. О Haptics это сейчас самый большой среди всех Android смартфонов линейный вибромоторчик. И он есть в 9 Pro Plus. Его нет в 9 Pro. И честно вам скажу, мне бы очень хотелось показать вам это, но вибромоторчик невозможно показать, его можно только почувствовать. Я думаю, многие из нас знают, где используется вибромоторчик. Например, когда вам кто-то звонит, а у вас телефон на вибрации, когда вы набираете на клавиатуре какой-то текст, когда вы делаете снимок экрана, когда вы делаете набор номера или звук при удалении, звук при анимации пальцем, а также звук при нажатии экрана. Так, друзья, скажу, что оргазма вы не получите, но удовольствие довольно-таки приятное. 20 минут и все мои жирные пальчики на этом потрясающем дизайне. А теперь о том, что является очень важным, суперзначимым и самым большим и видимым экраны. В 9 Pro Plus Super AMOLED матрица. Она сравнима с матрицами в Samsung A52, Xiaomi 12X. Это очень хорошая матрица. В 9 Pro IPS матрица. В чем плюсы OLED матрицы? Во-первых, это ее яркость. Она более яркая, чем матрица на 9 Pro. Во-вторых, она более контрастная. Черный цвет более черный, такой сочный. Но есть нюансы такие странные. Развертка в 9 Pro Plus 90 Гц, а развертка в 9 Pro 120 Гц. Странно, но не совсем. Потому что если бы здесь была развертка 120 Гц в OLED дисплее, ну это был бы просто невероятно шикарный дисплей. И он бы стоил, наверное, еще дороже. И в принципе, 90 Гц достаточно. И хотя мы делаем обзор до презентации, и ничего об этих смартфонах еще неизвестно, и найти, по сути, официальной информации нельзя, у меня был вопрос, есть ли здесь динамическое изменение частоты. В настройках есть автовыбор. Но, скорее всего, это автовыбор либо 60, либо 90. То есть алгоритм сам решает. Это не так называемая LTPO-технология, которая позволяет динамически изменять частоту обновления в зависимости от задач. Но так как здесь OLED-матрица, я прям слышу голос из-за ваших мониторов. ШИМ, 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 ШИМ. Да, друзья, здесь есть ШИМ, но и DC Dimming тоже здесь есть. Поэтому, друзья, кому нужно в лабораторию Realme, там включаем DC Dimming, и ШИМа становится меньше, заметно меньше. 9 Pro Plus это экран 6,4 дюйма, 9 Pro это экран 6,6 дюймов. По рамкам, по краям и сверху, по сути, они одинаковые. Снизу подбородок на 9 Pro Plus почему-то чуть-чуть побольше. Далее, 9 Pro Plus находится поддисплейный сканер отпечатка пальца, в отличие от 9 Pro, где сканер отпечатка пальца находится на кнопке включения. И так вам могу сказать, оба они работают отлично, и именно поддисплейный прям мега качественно работает. Ни разу меня не подводил, все очень тактильно. И вы слышите и видите, сколько реально прикольных функций есть в Redmi 9 Pro Plus. И у меня уже просто не терпится сравнить его с Note 11 или с каким-нибудь Xiaomi 12X. Напишите в комментариях, с чем бы вы хотели увидеть сравнение Redmi 9 Pro Plus. И подписывайтесь на канал, для нас это очень важно. Ну а мы поехали дальше. То, почему я никогда не куплю ни один из этих телефонов. И это, друзья мои, камеры. В обоих телефонах находятся три камеры. Это Televig, UltraShirig и Shirig. И днем все отлично. Камеры вообще отлично отрабатывают. Televig меня просто даже невероятно порадовал своей детализацией. Все фото и видео я вам продемонстрирую с примерами. Буквально там за 15 секунд вы посмотрите и сравните, как снимают эти смартфоны. Но как только вы оказываетесь в помещении с недостаточным освещением, в каком-нибудь клубе, либо вы оказываетесь ночью на улице. Я считаю, что это позор. Настолько низкая детализация, настолько отвратительная стабилизация. Также хочу сказать, что здесь 9 Pro Plus есть съемка видео в 4К. Это очень сильно улучшает качество съемки. В 9 Pro есть только Full HD 1080 пикселей. К сожалению, 4К вообще никак нам здесь не дано. И даже возможность съемки в 4К не поможет вам ночью. В 9 Pro Plus основная камера 50-мегапиксельная с матрицей от Sony. И это прямо написано на блоке камер. В тот момент, как на 9 Pro стоит 64-мегапиксельная камера. По итогу, вкратце, по камерам. Недоволен. Дневная съемка, да практически на всех смартфонах уже дневная съемка делается довольно-таки прилично и хорошо. А вот ночная съемка, ну просто ночью вообще можете даже не включать себе камеру. Фронтальная камера и тут, и тут пишет в разрешении 1080, то есть Full HD. Ну вот, давайте посмотрим. На мой взгляд, намного качественнее идет запись в 9 Pro Plus. Можете посмотреть сами. Кстати, можете заценить и звук. Производительность. 9 Pro Plus будет мощнее по производительности, чем в 9 Pro, но ненамного. В 9 Pro Plus у нас Амедиатековский Dimensity 920 5G с 6-ю либо 8-ю гигабайтами оперативной памяти, в зависимости от того, что вы выберете. В 9 Pro у нас Snapdragon 695, тоже 5G. Это процессоры 2021 года, и во многих новинках 2022 года вы будете видеть эти процессоры. Процессоры выполнены по 6-ти нанометровой технологии. Это хорошие, средние, качественные процессоры, на которых будут идти практически все игры, приложения, буквально еще года-два точно. Что хотелось бы сказать. По комплектации вы можете выбрать либо 6 гигабайт оперативной памяти, либо 8 гигабайт оперативной памяти. Но, опять же, нюансы. В 9 Pro я нашел такую интересную функцию, в которую сразу не поверил, и надо немного времени разобраться, что это такое вообще творит реуми вообще. Когда мы заходим в обустройстве, то мы видим, что на данном смартфоне, на моем, 8 гигабайт оперативной памяти, но он предлагает мне ее расширить либо до 3, либо до 2 гигабайт, либо до 5, забрав ОЗУ из ПЗУ, то есть из хранилища. Если у вас есть свободное хранилище, то вы можете к своим 8 гигабайтам оперативной памяти прибавить еще 5 гигабайт оперативной памяти. Итого у вас будет 13 гигабайт оперативной памяти на 9 Pro. Я, честно вам скажу, не смог еще полностью проверить, насколько это реально вообще, или это какой-то маркетинг. Ну, если есть такая функция, она есть. В 9 Pro, плюс, кстати, такой функции почему-то нет. Хотя, вроде, более флагманский флагман. Но под итог такой, что так как разница между ними 5000 рублей, то и гигабайт тест показывает реально вот такую же разницу. Не сильно большая разница между производительностью, между этими двумя смартфонами. Единственное, что мне показалось лучше в 9 Pro, плюс, это показатели троттлинга. Он менее троттлит, соответственно, это когда нагрузка подается постоянно, то процессор не снижает свою эффективность, а продолжает на той эффективности, которая есть. Забыл сказать, они оба восьмиядерные, эти процессоры. По поводу игр. Genshin Impact я специально для вас не просто начал и поставил максимальные настройки, а дошел до этого самого города, потому что я не играю в эти игры. Посмотрел, все отлично, ничего не лагает, все классно. PUBG, все, естественно, летает. Я так вам скажу, что, ну, было бы странно, что во флагманах 2022 года, которые, по сути, практически открывают этот год своими новинками, что-то не шло. Но, поверьте, у вас будет все хорошо. Автономность. Как вы видите, телефонов у меня нет, я их отправил на зарядку, чтобы проверить как раз-таки вот эту супер-функцию SuperDart, которая есть в 9 Pro Plus. Это быстрая зарядка и которая отсутствует в 9 Pro, потому что в 9 Pro 33 ватта, в 9 Pro Plus 60 ватт. Как раз-таки мы хотим все это замерить, насколько все это быстро заряжается. Плюс, мне хватало телефона на целый день, но мои задачи были не совсем привычными для вас, для тех, кто берет телефоны для обычного использования. Я много чего устанавливал, проводил тесты. И давайте так, друзья, всю эту информацию по поводу тестов и по поводу автономности я скину в Telegram. Поэтому ссылочку на телегу я оставлю внизу, подписывайтесь, там будет вся доступная информация. Выводы. Разница между стартовыми моделями 5000 рублей. Что вы получаете за эти 5К? Стереодинамики. Dolby Atmos. Крутой дисплей OLED. Более высокую производительность с меньшим троттлингом. Более качественную соневскую матрицу 50-мегапиксельную. Более быструю зарядку. Да и в руке как-то лучше лежит, потому что он потоньше. Я вообще не понимаю вот этой модели 9 Pro. При такой разнице я не знаю, кто будет покупать себе 9 Pro. Но в 9 Pro тоже есть свои плюсы. Это SD-карта, которую можно сюда вставить, а сюда нельзя. Это 120-герцовый экран, а здесь всего лишь 90. Это экран чуть побольше. Возможно, это кому-то важно. Но мне почему-то больше нравится 9 Pro+. Мне кажется, что это не такие явные преимущества, насколько явные преимущества находятся в этой модели. Поэтому я строго за 9 Pro+, особенно при такой разнице в цене. На этом все, друзья. С вами был Александр от канала Just Use. Подписывайтесь на нас обязательно. Все, пока.